По намеченному пути Валентин, путеводной звездой гори Веди в Фаверли К успеху за горизонт Туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет И ты на модной волне, к победам на парусах Забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам Удача манит и ждет Фаверли Волны вперед Наша жизнь – приключение Не плыви по течению Задавай направления Засставай вдохновение Будь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли В мечте Фаверли К успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне, к победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит и ждет Фаверли Волны вперед Путь на гребне высокой волны Словно птица над морем пари Пусть летят твои корабли К мечте Фаверли Успеху за горизонт Туда, где солнце встает Где самый яркий рассвет И ты на модной волне к победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентиров Плыви навстречу ветрам Иди команду к мечтам Удача манит и ждет Поберли полный вперед Привет друзья Привет, привет, привет Привет, сегодня я с вами проведу целый час И у меня большая просьба Напишите сейчас в чате Я вижу ваши комментарии Поэтому у нас с вами сегодня будет дискуссия Напишите пожалуйста Из какого вы города Чтобы я понимал широту географии Компании Фоберлик Напомню, что сейчас Сегодня вебинар проходит В рамках цифрового обучения Компании И я очень надеюсь на вас Что это не будет рассказом В одну сторону с моей стороны А будет некая обратная связь Некая двухсторонняя связь между нами Поэтому пишите, задавайте вопросы В течение всего вебинара И в самом конце вебинара Я на них отвечу Мне принесут, сказали листок Где будут выписаны самые интересные вопросы Окей, Казахстан, Кастанай Привет, привет Екатеринбург, привет Привет с приморского края Привет, привет всем, кто живет там Кстати, очень обожаю приморский край Владивосток, просто сказка Особенно летом, осенью Уральский, привет из Снежинска Снежинск, привет, Челябинская область Мои земляки Я сам из города Челябинска родился там Привет, привет, привет Ух, сколько из Челябинска Это Красноярск Обнинск, Краснодар, Магнитогорск Санкт-Петербург, Казань Нальчик, Новошахтинск Волгоград, Уфа Тула, как вас много, ребята Круто Алмата, Братск Супер Друзья, напишите сейчас Насколько у вас по 100-бальной шкале настроение То есть, насколько вы сейчас внутри себя Оцениваете себя по 100-бальной шкале 100, это значит, просто у вас супер настроен На то, чтобы учиться и внедрять все полученные знания 90, это значит, что-то вас все равно Немножко вывело из себя И вы не до конца готовы И 10 или 0, это если у вас ужасное настроение Вы устали очень И вам сложно сейчас воспринимать какую-либо информацию Прямо сейчас напишите цифру Соответствующую вашему настроению По 100-бальной шкале В комментариях И мы посмотрим, кто насколько готов Перед тем, как начать Приступить к основной части нашего вебинара Я вижу пока очень много городов Я вижу, что даже не только из России А люди из самых разных стран Принимают участие в сегодняшнем вебинаре У нас такой международный получается Вебинар в рамках цифрового обучения И это очень здорово Огромное-огромное количество комментариев Окей Так, смотрите Те, у кого нет 100% Еще раз, да, напишите по 100-бальной шкале Ваше настроение Те, у кого нет 100% Цифра не 100%, а чуть меньше Друзья, это означает, что вы не до конца готовы К сегодняшнему вебинару И мысленно сейчас представьте себе шкалу И докрутите свое настроение до 100% Ну вы хозяева своего настроения Либо эмоции управляют вами Либо вы управляете эмоциями На благо своим результатом Поэтому сейчас представьте такую шкалу Как на магнитофоне в 90-х годах Знаете, такие магнитофоны были Там можно было звук поднять Такой вот штучкой И поднимите с той цифры, которая у вас сейчас есть До 100% Может быть даже если у вас есть опция такая И выше И когда вы будете уже на 100% Когда вы будете полностью готовы К сегодняшнему занятию Тогда с вами и начнем Окей Так, я вижу очень многих настроение на 100% Это очень здорово Круто Ребят, вы очень активные, очень крутые И мне это очень нравится Спасибо вам огромное Супер, супер, супер Отлично Так, ну раз мы докрутили до 100% И раз мы готовы сейчас слушать и вникать Дам несколько советов для того, чтобы более продуктивно провести Сегодняшний вечер Для того, чтобы Та информация, которую я дам А я дам информацию о том, как привлекать клиентов через социальные сети Если вам эта тема актуальна Если вы хотите большее количество клиентов привлечь в свой бизнес, свою жизнь То давайте подумаем о том, как можно сделать это эффективнее для нас с вами Ну первое, это обратите внимание на свои телефоны И если у вас сейчас не выключен звук То постарайтесь выключить звук Если вы смотрите сейчас трансляцию не с телефона С компьютера Просто выключите звук Для чего это нужно? Когда вам звонит какой-то друг или родственник А вы прям сфокусировались на какой-то интересной идее Или на каком-то интересном инструменте Который реально может изменить весь подход к вашему бизнесу Увеличить вас в несколько раз И вот вы смотрите на этот инструмент Вот вы уже начинаете понимать и вникать И вот уже ваш мозг начинает обдумывать, как это применить Вам звонит какой-нибудь товарищ и сбивает вас с этого ритма И что получается? Вы злитесь на товарища Вы злитесь на трансляцию, потому что вы там отвлеклись и что-то пропустили И в итоге этот инструмент идет к кому-то другому Кто вместо вас будет его использовать Поэтому, чтобы такого не произошло Возьмите, поставьте сейчас телефон на бесшумный режим Обязательно найдите листочек и ручку Для того, чтобы фиксировать какие-то инсайты, какие-то мысли Даже не нужно конспектировать весь наш сегодняшний вебинар Но делать какие-то пометки Когда вы совершаете какие-то заметки Пишите в свой блокнот У вас работает сразу два полушария мозга И таким образом информация лучше запоминается И в итоге вы сможете ее хотя бы завтра вспомнить Потому что большинство, скорее всего, кто этого не сделает Завтра проснется Подушка будет очень мягкой Одеяло будет очень приятным И вспомнить о том, что было сейчас, сегодня уже не получится Окей, так, супер Я вижу, что вы настроены на соточку Молодцы, очень круто Итак, я прошу сейчас переключить на презентацию Вывести презентацию на экран И, друзья, помогите мне, пожалуйста Я не всегда вижу трансляцию Поставьте плюс, если вы видите сейчас презентацию на своем экране Где написано Александр Воловик Некоторые мои регалии И мои ссылочки на мои социальные сети И могу сразу сказать, что буду рад видеть вас в друзьях И буду рад отзывам о сегодняшнем вебинаре Если вы мне их напишите Меня очень легко найти в любой социальной сети У меня ник простой, очень воловик 01 Так, ждем плюсиков Смотрим, видно ли презентацию И сейчас начнем Окей, замечательно Вообще, на самом деле, готовиться к вебинару нужно очень тщательно И я не просто так фокусирую ваше внимание на этих маленьких нюансах Я уже успел провести до этого где-то 500-600 вебинаров И сам очень много учусь И знаю, что если об этом не сказать Если об этом не предупредить То найдутся люди, которые где-то реально не доработают И где-то что-то не доскажут Вы сегодня успеете получить всю информацию, которую я подготовил И вы успеете задать вопросы Но без подготовительной части Сам вебинар пройдет не так эффективно А так как мы с вами все большая команда Мы должны думать не только о себе Допустим, вы готовы к этому Мы должны думать о каждом участнике нашего вебинара Окей, вижу плюсики, поехали Друзья, напишите, пожалуйста, мне в комментариях Что вы видите на этой картинке Вот какое-то количество людей Что это за мероприятие в 2005 году проходило Что сфотографировали и что здесь происходит Жду ваших комментариев И скоро мы поймем, кто реально может угадать И догадается, о чем идет речь Как правило, сразу начинают писать о том, что на экране метро Или очередь Макдональдс Но это не так Да, друзья Друзья, если я не успеваю на чьи-то вопросы отвечать где-то У нас есть замечательная техподдержка Администраторы Папы Римского в 2005 году Молодцы, кто угадал, кто не угадал, тоже молодцы Окей, а что здесь за мероприятие, что здесь происходит на этом слайде Это уже 2014 год Презентация Фаберлик, кто-то пишет Ну вот кто-то догадался То же самое На втором слайде то же самое, что и на первом И посмотрите разницу Напишите в комментариях, что изменилось за эти годы Что изменилось с 2005 по 2013 Сейчас, напомню, 2019 год И сейчас еще больше и глубже мы ушли в сферу мобильных технологий В цифровую сферу И тот, кто не использует эту сферу сейчас Тот не обладает такими навыками коммуникации Такими возможностями коммуникации Какими обладает человек, который пользуется Давайте посмотрим, с чем нам это может быть полезно Аудитория социальных сетей в России По данным ТНС Это официальная статистика 85 миллионов человек Она сосредоточена в основном Вокруг самых крупных социальных сетей И самой популярной социальной сетью в России Социальной сетью, в которой самое большое количество участников Это ВКонтакте Там около 52 миллионов человек На втором месте идет Одноклассники С цифрой около 40 миллионов человек И Инстаграм и Фейсбук идут на третьем-четвертом месте Если посмотреть по уровню пересечения То в целом сейчас нет такой уникальной аудитории Как было раньше И когда люди вспоминали про Одноклассники То выходил шаблон, что там те, кому далеко за 30 А когда вспоминали ВКонтакте Вспоминали людей, которые Ну, школьники, так скажем Мы говорили, что ВКонтакте сидят в основном школьники А в Фейсбуке, мол, сидят в основном Кто там? Иностранцы, бизнесмены и так далее То сейчас все очень перемешалось И 86% аудитории имеет социальную сеть И ВКонтакте, и в Фейсбуке И в Инстаграме, и в Одноклассниках Вот напишите, пожалуйста, в комментариях Сколько у вас сейчас Скольким количеством социальных сетей Вы пользуетесь или где вы зарегистрированы Возможно, вы используете Инстаграм и Фейсбук Возможно, вы используете ВКонтакте и Инстаграм Или ВКонтакте и Фейсбук и Инстаграм все вместе Напишите тоже, посмотрим сразу же Вот по комментариям оценим тоже Немножко эту статистику Каждую секунду на Ютубе просматривается 120 тысяч видеороликов В среднем человек ежедневно проводит в сети 4 часа 25 минут 4 часа 25 минут Самое интересное, что это общемировая статистика А статистика российская, она даже еще выше То есть в России еще больше времени Человек в день тратит на интернет, на сеть Вы можете в принципе написать Сколько времени у вас уходит на то, чтобы Ну, переписываться в Инстаграме На то, чтобы просто существовать в сети Возьмем и месседжеры сюда Ватсап, Вайбер, Скайп и другие И примерно у нас выйдет сколько-то часов Сколько мы тратим в день ВКонтакте несколько лет назад Обогнал первый телеканал по популярности И сейчас самой большой медийной площадкой И самой популярной медийной площадкой является ВКонтакте А не первый телеканал Тоже вот интересный факт Немножко о себе Я владелец диджитал агентства JustContent Мы проработали с разными интересными крупными компаниями Мой офис находится в Москве Я часто выступаю на различных конференциях Также читаю лекции в университетах Ну, в общем, и здесь я для того, чтобы поделиться своими знаниями о социальных сетях Вообще занимаюсь этим с 2009 года Провожу тренинги, отслеживаю результаты И вот, собственно, социальные сети это то, что меня кормит и поет И разница в том, пользуетесь ли вы социальными сетями или нет Это примерно как ходить пешком Если вы не пользуетесь социальными сетями Представьте, что вы ходите пешком И в мороз еще можно представить Я когда только начинал Когда занимался холодными звонками Так вот, люди пишут как раз В каких соцсетях сидят А напишите еще вот такой момент Ребят, а кто так же, как и я Начинал с холодных звонков То есть, может быть и сейчас Вы занимаетесь холодными звонками Периодически, когда нужно вам прозвонить базу И что-то продать или что-то предложить И я с этого начинал И это было не самое легкое время в моей жизни На самом деле Сколько можно встреч провести там за неделю Ну, 10, может быть, 12, 15 И нужно еще перемещаться Если не принимать в своем офисе Потенциальных клиентов А выезжать к ним с каким-то предложением То на это уходит время На это уходит энергия На это уходят деньги, силы и так далее Когда появились социальные сети Ощущение стало таким Как будто бы я перестал ходить пешком Пересел на автомобиль Начал ездить на автомобиле Вот такая большая разница Окей Билл Гейтс в свое время В 1996 году Сказал очень интересную фразу Контент is the king То есть, контент это самое главное Или контент это то, на что опирается все остальное Давайте немножко подумаем Что он имел ввиду Друзья, а что для вас есть контент в социальных сетях? Напишите в комментарии Мы сейчас немножко с вами пообщаемся И пообсуждаем Что для вас является Вот как бы вы расшифровали Это слово контент Да, я вижу, что многие Так же, как и я Тоже на холодных звонках просидели Вот кто-то, как Ирина пишет Я сразу в соцсети ушла Умница Да, друзья Большое спасибо тем, кто Активно комментирует Активно ставит плюсики И участвует в нашей трансляции Вы знаете, когда я вижу Активную аудиторию Мне самому как-то становится веселее Потому что, когда сидишь с ноутбуком Смотришь ноутбук Я же не вижу у вас Ваши лица И тут как бы нет такого веселья И когда вы пишете свои комментарии У меня повышается настроение Поднимается настроение Мне становится приятнее общаться И хочется с вами поделиться Гораздо большим Чем я запланировал Поэтому дай бог здоровья И вы красавчики Те, кто пишет комментарии Молодцы Так Контент, информация Видеопост Выход в мир знаний Контент это пост Тема и тексты Информация Страница Общение Наполнение Содержание Информация 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 Любая инфа Информация Ну вот смотрите У меня такой вопрос даже для вас Смотрите Представим, что у вас Ну или даже не так не у вас А вы видите страничку И на ней Неинтересные посты Некрасивые фотографии Некачественные Текст не несет Никакой смысловой нагрузки Ничем полезным Не отличается Если мы туда Вложим Не знаю Вложим на трафик Трафик Это когда мы Этот аккаунт Когда мы Этот контент Начинаем показывать Огромному количеству Людей Если мы Вложили Огромное количество Денег И показали Это Миллиону Человек Вот этот Плохой Аккаунт С некачественными Фотографиями С неинтересным Текстом Даст ли нам Это Какой-то Суперрезультат Скорее всего Какой-то Результат Мы получим Скорее всего Может быть Кто-то Не обращая Внимания На контент Обратится К нам Теперь Представим Другую Историю Если у нас Контент Красивый То есть Хорошие Фотографии Которые Обработаны Фильтрами И сделаны На более-менее Приличную Камеру Телефона Хотя бы У нас Интересные Полезные Тексты Которые Несут в себе Содержание И дают Определенную Пользу Нашей аудитории И мы Этот же Аккаунт Этот же Профиль С вот этим Контентом Также на 1 миллион Долларов Покажем Огромному Количеству Человек Результат Будет Выше Выше Просто за счет Того Что контент Лучшего качества И если Мы Например Имеем Хороший Контент И даже У нас С трафиком Не получается Что-то То есть Не получается Распространить Информацию То В любом Случае Как-то Клиенты Залетают Вот Поставьте Много Плюсов Те ребята У кого Работает Сарафанное Радио Кто Знает Вас Как Хорошего Человека И Рекомендует Вас Другим Людям И к вам Приходит По рекомендациям Это И называется Сарафанное Радио Как правило Это люди Которые В себе Содержат Уже Интересный Контент Это Может Быть Ваша Личность Это Может Быть Ваши Знания Которые Передаете Своей Команде Это Может Быть То Что Вы Рассказываете О продукте Это Контент Интересный Поэтому Люди Рекомендуют И приводят К вам Других И вот Такие Люди Кто Хорошо Работают На Сарафанном Радио Это Просто Кладезь Это Золото И Это Люди С Огромным Потенциалом Если К этому Потенциалу К этому Контенту Который Они Дают Если К тому Что Они Уже Из себя Представляют Добавить Еще И Маркетинг Добавить Социальные Сети Как Канал Трафика То Эти Люди Готовы Ну Просто Не то Что Готовы Они Готовы К тому Чтобы Вырасти В 2 В 3 В 4 В 5 А то И В 10 Раз Поэтому Ребят Проследите За тем Чтобы У вас Был Изначально Хороший Контент Поставьте Плюс У кого Есть Такой Вопрос А Что Выложить В группе У кого Появляется Такой Вопрос Что Выкладывать В группе Что Выкладывать На аккаунте На своем Что Выкладывать В своих Социальных Сетях В профиле В общем Чем Делиться С миром Что Выкладывать У кого Такой Вопрос Появлялся Поставьте Плюс Друзья Здорово Вижу Ваши Плюсы Окей Ну смотрите Давайте Начну С того Что Не нужно Делать Ни при Каких Условиях Ни в коем Случае Нельзя Выкладывать Фотографии Скачанные С фото Стоков И С Яндекса Или С гугла Это Читается Сразу Это Видно Сразу Различных Успешных Успехов Жмущих Друг Другу Руки Или Строителей Таких Вот Как На этой Фотографии Или Вот Наш Кол-центр И Мы Вам Поможем В Обработке Клиентов Или Как-то Вот Вот Это Мне кажется Мексиканочка На фотографии Работает Во всех Известных Компаниях Страны Ее Много Кто Использует На своем Сайте В своих Аккаунтах В своих Соцсетях В контенте Это Не то Что Не работает Это Вызывает Наоборот Вызывает Обратную Реакцию Аудитории Аудитория Видит Что Это Неживой Ненастоящий Контент Что Вы Прячетесь За Фотографиями Скачанными В Яндексе Это Видно Прям Не то Что Невооруженным Глазом Это За Километр Чувствуется Поэтому Старайтесь Избегать Такого Контента Да Вот Эти Успешные Успехи Идущие К успеху Старайтесь Их Тоже Игнорировать И Я Потом Расскажу Что Нужно Делать Пока Мы Фотографию Вот Я Вижу Друзья Кто Узнал Этих Ребят Кто Их Видел Уже Несколько Раз Я Помню Когда Еще Учился В Университете Это Было Примерно 11 Лет Назад И Я Только Начинал Заниматься Соц Сетями И Тогда Я Вел Паблик Своего Факультета И Меня Попросили Выкладывать Что Про Студентов Посты И Я Помню Что Тогда Я Захожу В Группу И Там Уже Есть Вот Эти Ребята Фотка Вот Именно С Ними Самое Интересное За 11 Лет Они Даже Ни Капли Не Постарели Вот Бы Всем Такие Такой Результат И До Сих Пор Еще Используют Различные Обучающие Центры Или Различные Компании Специалисты Для Своего Контента Но Такие Фотографии Они Не Работают Не Привлекают Внимание Я думаю Вы Понимаете О чем Я Говорю Вот Типичная Типичная Счастливая Русская Семья Да На Фотографии Можете Сразу Написать Какие Ассоциации У вас Приходят Когда Вы Видите Такую Фотку То Сразу Что У вас В голове Появляется Какие Ассоциации Приходят Вот Именно Так Выглядит Любая Русская Семья Именно Вот Таким Улыбками Слушайте Даже На Вебинарах Эти Картинки Можно Использовать Только В Примерах Как Не Надо Делать Даже Если Вы Презентации Проводите Для Лидеров Для Партнеров Своих Ни В коем Случа Не Используйте Эти Картинки Это Никак Не Обогатит Вашу Презентацию Никак Не Даст Какие То Ну Вот Ассоциативный Ряд Вызовет Только Негативный Ну Потому Что Ребята Это Прошло Это Было Может Быть Популярно В Эпоху 90-х Когда Ну Контент И Фотография Были Чем-то Редким Нужно Было Заказывать Фотографа За Бешеные Бабки То Сейчас Это Все Гораздо Проще Что Нужно Делать Что Пользуется Спросом Что Интересно Ну Я Брал Несколько Вот Мне Скидывали Несколько Лидеров Заходит Реальная Жизнь Заходит Больше Всего То Что Реально Происходит С Людьми То Есть Какие То Бытовые Простые Даже Вещи Например Не знаю У вас Проходит Какое-то Мероприятие И Там Есть Люди И Вы Среди Людей Вот У вас Есть Там Грамоты Или Вы Поздравляете С 8 Марта Ваших Коллег Ваших Подруг Или Знакомых Вот Эти Фотографии Жизненные Гораздо Больше Пользуются Популярностью В инстаграме И в фейсбуке И в контакте Давайте так Вот Вы сами Когда сидите В инстаграме Вот представьте Вы заходите В инстаграм Вы когда Листаете Ленту Какие фотографии Вас чаще всего Привлекают Но явно Это не фотографии Успешного Успеха Это скорее всего Какие-то Живые фото Из Вот можете Даже сейчас Комментарии Написать Какие фотографии Друзей Вот Какой тематике Вам Периодически Интересный Который Вы лайкаете Бессознательно Просто Вам это интересно Вы на это Обращаете Внимание Первое На что Обращают Люди Внимание Это На лица Других Людей Если Вы возьмете Сделаете Тест Например Сфотографируете Своё лицо И выложите Сначала Лицо Фотографию Своим лицом И какой-то Текст Так К этому Предлагающийся Вторым Постом Вы выложите Например Фотографию Какого-нибудь Очень красивого Заката На Байкале Например И Сравните Сколько будет Лайков Самое интересное Что лайков И комментариев Скорее всего Будет больше У лица Вот Проверьте Посмотрите Просто Дело в том Что Человеческое лицо Это то Это самое популярное Просто В психологическом плане На то Что люди Обращают внимание Но если Это конечно Не Мексиканочка Которая Работает В миллионе Компаний Мира А если Это реальное Лицо Реального Человека Либо Это Какая-то Вечеринка Мероприятие Где видно Других Людей Что что-то Происходит Человеку Особенно В наше Время Периодически Бывает Одиноко Он Занимается Одними Тими Тими Вещами Ходит На работу Или Ну Посещает Какие-то Одни И те же Свои Мероприятия Ему Хочется Разнообразие В жизни Когда он Видит Что Где-то Еще Проходит Мероприятие Там Есть Люди Там Что-то Происходит Ну Ему Становится Интересно Ну Вы Сами Можете Это По себе Примерно Сказать Также Различные Награждения Когда Проходит В компании Награждения Когда Проходят Какие-то Презентации Старайтесь Вытащить Как можно Больше Хорошего Контента Вы Дальше Будете Его Использовать В своем Инстаграме В своем ВК В своем Фейсбуке Это Будет Лучше Работать Чем Фотографии Неживые Как Уже Говорилось Или Фотографии Например Постоянно Фотографии Товаров Здорово Иногда Красиво Сфотографировать Какой-нибудь Шампунь Или Дезодорант Но Все-таки Люди Привлекают Внимание В социальных Сетях Больше Интерес К ним Больше Чем К Недушевленным Предметам Можете Затестировать Просмотреть Проверить И Убедиться В этом Ну Вот Такие Фотографии Где Видны Лица Где Видны Эмоции Вот Кстати Хотелось Обратить Внимание На Эмоции Эмоции Всегда Были Такой Двигателем Торговли Двигателем Продаж Потому Что Когда Мы Видим Какой-то Товар Он В первую Чуть Вызывает У нас Какие-то Эмоции И Когда Мы Осуществляем Какую-либо Продажу Когда Мы Осуществляем Какую-либо Презентацию В первую Очередь Мы Должны Рождать Эмоции В душе Потребителя Чтобы Он К этой Презентации Относился К этому Продукту С Каким-то Внутренним Чувством Вот На сердце Если Вот Если Согласны Со мной Друзья Поставьте Плюс То Что Когда Мы Презентуем Что-то Не важно Через Инстаграм Через Сторис Через Посты Вживую Презентуем Мы По сути Продаем Эмоции Товары Плюс Минус Где-то Они Одинаковые Когда Мы Презентуем Товар Мы Презентуем Эмоцию Мы Должны У человека Вызвать Эмоцию Если У нас Этого Нет Если Мы Не Ставим Целью Вызывать Эмоцию С Каждого Конкретного Поста Например С какой-то Презентации То Продажи У нас Будут Так Себе Люди Идут На людей Вот Евгения Мирошина Написала Абсолютно Правильно Вот Кто-то Пишет Наши Девчонки Кто-то Узнал Друзья Кто Узнал На фотографиях Своих Знакомых Тоже Напишите Кто Это Эмоциональные Посты С мероприятием Молодцы Круто Ребят Очень Здорово Что Сегодня Такая Активная Аудитория Мне Вы Очень Нравитесь Красавчики Супер Спасибо Большое За Плюсы Окей Ну Я Пример Несколько Приведу Смотрите Друзья Я Всю Свою Жизнь Работал Абсолютно С разными Категориями Бизнеса И Моей Основной Задачей Было Это Увидеть Цель Увидеть Цель Какую-то И Создать Понять Путь К ней Максимально Быстрый Например Привести Клиента На Школу Английского Языка Например И Мой Мозг Сразу Рождает Какие-то Мысли Каким Контентом Какими Сетями Какими Каналами Это Проще Всего Сделать Смотрите Я Вряд Ли Сегодня За Один День Ну Давайте Честно Вот Даже Посмотрим Правде В глаза Я Вряд Ли Сегодня За Один День Смогу Вас Научить Обучить И Сделать Из Вас Невероятного Смм Щика Ну Согласитесь Ждать Этого С одного Вебинара Наверное Несколько Наивно И Это Скорее Где-то Про Детей Детское Ощущение Когда Волшебная Таблетка Приходит И В детстве Родители Решали Все Проблемы Приходил Папа И Решал Все Проблемы Или Мама Решала Все Проблемы И Взрослый Взрослый Человек Отличается От Ребенка Пониманием Что Результаты Приходят Все Таки Из-за Систематических Действий Когда Мы Повторяем Действия Когда Мы Улучшаем Действия Например Мы Занимаемся Спортом Или Занимаемся Музыкой Мы Не Можем Сразу Обучиться Классно Играть Или Классно Заниматься Спортом Например Боксом Или Шахматами Это Происходит От Определенного Постоянного Действия Постоянного Прогресса И Моя Сегодняшняя Задача И Наша С вами Вместе Общая Задача Это Получить Интерес К социальным Сетям И Получить Хотя Бы Два Два Три Простых Идеи Которые Зажгут Вас Которые Вы Сами Сможете Применить Которые Я Успею За Сегодня Рассказать И Которые Могут Вам Принести Клиентов Если Вы Согласны Ребят В целом На эту Цель Если Вы Понимаете Что Сегодня Мы Весь Так Скажем Вал Знаний Не Сможем Освоить Но Сможем Где-то Более Менее Подробно Изучить Два Три Инструмента Хотя Бы Их Начало Хотя Бы То Как Стартовать С Новичкам У Которых Нет Фото С Мероприятий Ольга Ну Вообще Я Буду В конце Отвечать Очень Хороший Вопрос Давайте Его Запишем Я Прошу От Организаторов Сегодняшнего Вебинара Записать Этот Вопрос Ольга Колозина Сегодня Вечером На него Ответим Позже Окей Супер Супер Ну Вот Здесь У меня Примеры К тому Что Тоже Вот В школу Английского Языка Здесь Абсолютно Настоящие Фотографии Настоящих Преподавателей Настоящих Ребят Кто Учились Приходили Да Живые Лица Настоящие Лица Не Модели Какие-то Заказанные А просто Вот Ребята Которые Ну Притягательно Смотришь На эти Улыбки И хочется Прийти В эту Школу Окей Врач Косметолог Лейла Росс Город Москва Тоже Достаточно Известный Косметолог В Москве По крайней мере В России И Какой у нее Контент Она тоже За счет Контента Очень много Клиентов Привлекает Постоянно В косметологию И Они Со своим Мужем Как раз У меня Учились И контент Писать И трафик Настраивать Я вот Расскажу Несколько Фишек Сейчас Из их Продвижения Первое Лейла Всегда Работала Над тем Чтобы Быть Экспертом И выступать На радио На телевидении И прочее Вообще Если вы В эту тему Копнете То очень Много Возможностей Абсолютно Бесплатных И легких Просто Мы мало В эту сторону Смотрим Мало Спрашиваем На самом деле Очень много Где можно Засветиться Много Где можно Появиться На различных Телеканалах На радио Даже в своем Регионе Где-то Также Очень классно Заходят Фотографии С процесса К примеру Если ваш Клиент Ну хочет Тестовый Например Тестовую Масочку Сделать Или что-то Вот Применить Почему бы Не сделать Это Не осветить Не сделать Классную Веселую Фотографию Что-нибудь Вроде Этого И Не выложить Это Не показать Естественно По согласованию Своим клиентом Своим клиентом Чтобы он Потом Не удивлялся И Вас Потом Не ругался Чтобы выложили Фотку В неподавающем Виде Все это Можно сделать Симпатично И согласованно И Очень круто Работает Хочу Ваше внимание Отдельно Сфокусировать На фотографиях И на контенте До После Это могут Быть Сторис Это могут Быть Фотографии Просто Где Видна Фотография До И Видна Фотография После Вот Лучше Всего Продает Именно Такой Формат Фотографии Если Согласны Со мной Поставьте Плюс Если Когда Нибудь Тоже Может Быть Это Использовали Может Быть Такое же Делали Это Классно Заходит И Теперь Очень Важный Интересный Момент Вот Когда Я спросил Что Для вас Контент Многие Писали Что Это Фото Видео Фото Видео Информация Действительно Когда Мы Говорим О Социальных Сетях Когда Мы Говорим О Социальных Сетях И В частности Обсуждаем Контент То У нас Получается Что У нас Получается Что Мы Представляем Себе Только Фотографию И Текст То Есть Пост А Сейчас В данный Момент 2019 Году Доступно Огромное Количество Форматов И Я хочу Чтобы Вы Сейчас Задали Себе Вопрос А Применяете Ли Вы Больше Чем Два Формата Контента Я Вот Совсем Недавно Был На конференции В Соединенных Штатах Конференции По маркетингу Traffic And Conversion И На ней Есть На ней Очень Несколько Нюансов Было Интересных Я Сижу Слушаю Одного Спикера И думаю Вот Я Тема Была Миллион Переходов На Твой Сайт Миллион Переходов На Твой Сайт В Месяц По Моему Я Такой Я Это Знаю Я Это Слышал Я Это Знаю Я Это Слышал Я Поймал Себя На Мысли А Делаю Ли Я Это Знать То Я Знаю А Применяю Ли Я Это Я Хочу Чтобы Вы Сейчас Вот Задали Себе Вопрос А Применяете Ли Вы Инфограф 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 Это Когда Какие Либо Данные Вашего Бизнеса Или Вашего Продукта Всегда Есть Рейтинги Всегда Есть В цифрах Какие Либо Измерения Которые Можно Превратить В Творческую Граф Притом Вы Можете В Яндексе Пробить Инфограф Или Сервис Для Создания Инфограф И Вы Убедитесь В том Что Есть Масса Сервисов Которые Предоставляют Бесплатную Возможность Создать Инфограф Хотя Бы На Одну Неделю Но На Какой То Срок Можно Использовать Сервисы Бесплатно Используете Ли Вы Видео В Своем Контенте Или У Вас Только Фото И Текст Прям Можете Чек Лист Сделать На Листочке Записывать Используете Ли Слайд Шоу Например Где Можете Показать До После Или Просто Прямо Изменения В процессе Наблюдения Лайв Трансляции Выходите Ли В прямой Эфир Со Своими Подписчиками Об Этому Тоже Нужно Задуматься Вообще Прямой Эфир Я Отдельно Хотел На Этом Остановиться Друзья Поставьте Плюс Давайте Так Поставьте Цифру Один Кто Выходит Периодически В Прямой Эфир В Инстаграме Или Вконтакте Или Вфейсбуке Со своими Подписчиками И поставьте Цифру Ноль Если Вы Никогда В жизни Еще Не Проводили Прямой Эфир Ну Вы Слышали Что Это Классная Тема Но Никогда Не проводили Прямой Эфир Со Своих Социальных Сетей Давайте Сейчас Просмотрим Прямо Сейчас В режиме Онлайн Проверим Кто У нас Выходит В Эфир А Кто Нет Друзья У меня Убедительная Просьба Больше Комментируйте Пишите Не Ленитесь Пальчиком Написать Сейчас Цифру Один Поставить Или Ноль Дело В том Что Мозг Как Работает Представьте Человека Который Смотрит Что-то Или Участвует В Процессе Когда Вы Участвуйте В процессе Даже Хотя Б Выбором Один Ноль Это Совершенно Другие Нейронные Связи Создает Совершенно По-другому Информацию Можно Играть Футбол А можно Смотреть На Футбол Это Абсолютно Разные Процессы Поэтому Сейчас Я Призываю Вести Себя Активно И Написать Взять Палец В руку И напечатать Ту цифру Которая Вот Посмотрите Сейчас Что происходит Посмотрите На Комментарии Огромное Количество Человек Не Проводят Прямые Эфиры Много Можно Сказать С чем Это Связано Кто-то Может быть Еще Не Привык Смотреть На Камеру Может Боится Что Не Придут Подписчики Или Еще Что-то Но В целом Получается Что Вы Даже Не Пробовали Друзья Я Прошу Вас Айлита Написала Грустный Смайлик Порадоваться Этому Потому Что Это Ваша Зона Роста У Вас Сейчас Есть Какая Точка А То Количество Денег Которые Вы Зарабатываете То Количество Клиентов Которые У вас Есть Та Команда Которая У вас Сейчас Существует А Представьте Себе Что Есть Прямые Эфиры Это Невероятно Крутой Инструмент Вот Мы Сейчас С вами В Прямом Эфире Да И Могу Вам Сразу Сказать Когда Я Начинал Вообще Вести Какие Либо Прямые Эфиры У Меня В Трансляции Было 5 Человек 6 Делиться Своими Навыками Но Когда Я Только Начинал У Меня Никого Не Было Тогда Еще И Прямые Эфиры Не Были Популярны А Сейчас Они Популярны Люди Смотрят Дело В том Что Вам Вы Не Смотрите Например Только Один Ютуб Канал Или Только Один Канал По Телевизору Люди Любят Смотреть Разные Телеканалы Люди Смотрят Разные Ютуб Каналы То Самое Что Они Могут И Посмотреть И Ваш Канал Когда Вы Рассказываете О Своем Продукте Например Или Вы В Прямом Эфире Показываете Презентацию Своего Продукта Или Вы Рассказываете О Свойствах Нового Продукта Или Вы Рассказываете О Выгодах Новой Акции Например Или Вы Подписали Нового Клиента Новый Человек В Команде Появился И Вы Про Него Рассказали Провели Интервью Вместе С ним Это Огромный Инструмент Друзья И С Помощью Него Вы Можете Существенно Увеличить Свои Результаты Поэтому Порадуйтесь Что Это Зона Роста Это Тот Инструмент Который Действительно Вам Я Предложил Следующую Механику Я Сказал Что Проведи Опрос Для Настрой Рекламу На Мам У которых Есть Дети Для Того Чтобы Они Прошли Опрос На Тему Насколько Их Сын Или Насколько Их Дочь Гениаль Насколько У них Там Уровень Интеллект Развит И Вы Не Поверите Где-то 8 Из 10 Родителей Там Были И Мама И Папа Заполняли Эту Анкету Давайте Сами Подумаем Если У вас Есть Дети Было 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 Вам Интересно Заполнить Такую Анкету Конечно Всегда Интересно Узнать Не Только Свой Уровень IQ Но И Уровень Интеллекта Своего Ребенка И Родители Заполняли И Последним Пунктом Они Заполняли Граф E-mail И там Написано Что E-mail Оставьте E-mail Чтобы Мы Прислали Вам Результаты Теста Притом Это Был Не Выдуманный Тест А Тест В Интернете Взят Если Вы Сейчас Возьмете В Интернете Забьете Тест По Интеллекту Для Детей У вас Выпадет Несколько Вариантов Например И Этот Тест После Заполнения Приходил Какой-то Ответ Прислали Какой-то Ответ Тем Родителям Которые Прислали Заполненный Тест Заполнили Вернее Эту Анкету И Вместе С Ответ Вместе С Ответ С Результатом Приходил Купон Где Было Написано 5000 Рублей Зачеркнуто Бесплатно Первый Урок И Опять Ж Там Где-то Половина Из Тех Кто Получили Воспользовались Этим Бесплатным Купоном Пришли На Первое Тестовое Занятие В Эту Школу Там Сами Знаете Что Происходит Там Презентация Там Продажа Подумайте Может быть Тесты Можно Использовать И в Вашем Бизнесе И в Вашей Сфере Окей Опросы Опросы Это Вообще Бомбическая Тема Сейчас Невероятно Круто Работает Возьмите Самый Простой Мой Совет Это Взять Телефон Сфотографировать Какой-либо Товар Возьмите Какой-нибудь Флагманский Товар Который Продается Очень Хорошо Который Прям У вас Ваша Фишка Сфотографируйте И напишите Хотели бы За 1990 Например Хотели бы Купить За 1990 Да Нет И посмотрите Те Кто Ответит Да Это Те Люди Которые Можно Написать И в Принципе Продать Товар Вот Такая Простая Механика Это Все Можно Сделать В Stories В Инстаграм В Инстаграме Если Вы Знаете Можно Прикрепить Такой Виджет Где Написано Да И Нет Если Вы Сами Не Можете Этого Сделать Технически То Обратитесь За Помощью К Сыну Дочки Или Кому То Кто Вашей Команде Есть Кто Разбирается В Этому Но Это То Что Действительно Сейчас Работает Ведь Человеку Реально Сложно Заполнять Какие То Данные Емейл Телефон Имя Свое А Нажать Да Хотел Бы Достаточно Легко И Когда Человек Нажал Можете Написать Ему Вы Действительно Хотите Купить Или Вы Случайно Нажали Он Скажет Случайно Окей Мы Этих Отсекаем И Оставляем Только Те Кто Действительно Хотел Купить И Просто Им Продаем Это Очень Простой Способ Который Сейчас Невероятно Круто Заходит Также Есть Вопрос Вконтакте Но Это Тоже Супер Тема Видите У меня Каждая Вещь Такая Ребята Если Вы Живы Поставьте Плюсики Я Вас Еще Не Утомил Надеюсь Своей Скучной Лекцией Поставьте Плюс Если Вы Еще Живы Друзья Если Вы Еще На Связи И Способны Впитывать Информацию Напомню И Повторюсь Что Листок И Ручка Облегчают Процесс Когда Вы Которые Тоже Просмотрели Вебинар Просто Вот Выводы Которые Вы После Него Сделали Инсайты Которые У вас Появились Это Еще Обогатит Вас Представьте Если Вы Вот Сейчас Записали То Что Вам Понравилось Ваш Партнер Записал То Что Им Понравилось В Гиды Это Обзор Товара Попроб Вот Сделайте Пожалуйста То Что Я Прошу Это Прямо Будет Супер Инструмент Для Вас Вот Сейчас Нас Смотрит Несколько Тысяч Человек И Я Уверен Что Несколько Сотен Ну Просто Несколько Тысяч Точно Не Сделает Скорее Всего Даже Может 1300 Сейчас Посмотрит Послушает В Поисках Волшебной Таблетки Есть Люди Которые За Каждым Новым Слайдом Видят Вот Типа Что Вот Сейчас Наверное Вот На Следующем Слайде Александр Расскажет Волшебную Таблетку Нет Таблеток Не Будет Будут Только Инструменты Которые Нужно Самостоятельно Внедрять Гиды Это Обзор Товаров Проведите В прямом Эфире Обзор Несколько Товаров Которые Есть У вас Сейчас В наличии Да Возьмите Те Товары Которые Популярны И просто Расскажите О них Сделайте Обзор Из чего Они Состоят Расскажите Об истории Появления О популярности Сколько Людей Пользуется Этим Товаром Может Будь Какой Тест Драйв Проведите Ну Покажите Это В прямом Эфире И вы Удивитесь Какие Будут Результаты Даже Если У вас В прямом Эфире Будет 5 Или 10 Человек Даже Они Могут У вас Уже Сделать Заказ Потому Что Обзор Товара В прямом Эфире Это Самая Правдивая Самая Крутая Презентация Которая Может Быть А товар Продукт Сам По себе Друзья Наверное Один Из лучших Который Есть Сейчас Наверное В мире И вы Можете Этим Похвастаться В прямом Эфире Перед Вашими Подписчиками Даже Если Их Немного Если Вы Раз В неделю Начнете Делать Такую Презентацию Товара Такой Разбор Товара Нового Товара Нового Продукта Который Выходит У вас В компании То Вы Через Несколько Месяцев У вас Будет Огромная Аудитория Которая Будет Ждать Нового Релиза Ждать Нового Обзора Вы Вбейте В Яндексе Вот То Что Я Сейчас Рассказываю Это Давно Уже Существуют И многие Компании И многие Ваши Конкуренты Например Они Уже Используют Это В ютубе Посмотрите Обзор Вот И бренд Пропишите Какой-либо Вы увидите Что это Уже Есть И это Очень Круто Работает Например Духи Вот Пишет Саншайн А где Провести Антонина Спрашивает Антонина Можете Провести Вконтакте Прямые Эфиры Проходят И вконтакте Можете Провести В ютубе То Как мы Сейчас Делаем Можете Провести В инстаграме Не бойтесь Пробовать Новое Новое Это не значит Плохое Не значит Страшное Это значит Это ваша Зона роста Это то С помощью Чего Вы можете Зарабатывать Больше С помощью Чего Можете Как минимум Просто Больше Навыков Иметь Вебинары Обучающие Вебинары Вот Как вы думаете У меня Такой Маленький Вопрос Как вы думаете Какие темы Были бы Популярны Вашей целевой аудитории Напишите В комментариях Какие темы То есть Что было бы Полезно Для вашей целевой Аудитории Какие темы Были бы им Полезны Вот Накидайте Прямо Топ Так скажем Топ 3 Топ 4 Темы Которые Прямо Волнуют Вашу целевую Аудиторию Это их боль Которую Они хотели бы Решить Вот Елена пишет Обзор Своих заказов Делаю В эфире Умница Так Обучение Маркетинг Продукция Доход Уход Как быстро заработать Как заработать Деньги Ничего не делая Первые шаги В компании Красота И здоровье Красота Рекрутинг Здоровье А смотрите Здоровье Можно поделить На под темы Например Здоровье Ваших волос И рассказать Про это И как за этим Следить Здоровье Вашего тела Здоровье Вашего Не знаю Лица Это тоже Можно разделить Здоровье Вашей кожи Это тоже Можно разделить На под темы И по каждой теме Дать вебинар И найти в интернете Полезную информацию Полезную информацию Рассказать Реально полезные Интересные Вещи По этой теме Даже не связанные С вашим продуктом И в конце Предложить Как еще Один из вариантов Продукт Который у вас Можно заказать Обзор Можно посмотреть В записи у вас На страничке Вконтакте Например Окей Ну и подкасты И снепы Ну это уже Снепы Это сториз Ребят Ну так чтобы вы понимали Снеп Это формат Сториз Просто так назывался Он изначально Потому что Снепчат Такая компания И придумала Будьте естественны Давайте естественный Контент Когда вы выходите Прямой эфир Не нужно Показаться лучше Чем вы являетесь Не нужно Никакого дополнительного Антуража Какого-то делать Старайтесь Все делать проще Чем проще И ближе К аудитории Вы будете Тем аудитория Будет больше доверять Аудитория доверяет Таким же Как они Ну будьте Станетесь естественными Или уходите с рынка Сейчас уже Нет места Вот этим фотографиям Скачанным с Яндекса Каким-нибудь Еще другим Там каталогом За который вы прячетесь Сейчас люди покупают Лайфстайл Люди покупают Вас Вашу личность Покупают Ваш образ жизни Поэтому через это Идет продажа Я думаю Лидеры вам Скорее всего Это объясняли Поставьте плюсик Если это так Окей Так Теперь расскажу Про один Очень интересный инструмент Очень быстро Расскажу Сторителлинг Ребят Поставьте плюс Кто реально Любит слушать истории Вот представьте себе Собирается группа людей И кто-то начинает Рассказывать Интересную историю И все начинают Его слушать Формат историй Появился Тогда наверное Когда появились люди Вообще И когда они начали Соединяться в сообщество У костра Рассказывать друг другу Истории о том Как они мамонта поймали Появился формат Так называемый Сторителлинг Это правильное Рассказывание историй Или история Которая зажигает И человек Начинает ее читать И переходит Человек переключает Внимание на эту историю И когда появился Цифровой мир А мы сегодня Работаем как раз В рамках цифрового обучения Когда появился цифровой мир Когда появился интернет Появился такой инструмент Как Диджитал сторителлинг Это Рассказывание историй В цифровом мире И давайте покажу К чему он может привести Первым человеком Который это сделал Вообще Я дал задание Написать историю Просто о себе На странице Но так как В итоге Это все вышло Вот можно сказать Благодарность Вот этому парню На фотографии Зовут его Михаил Кончиц У него проект был Заповедные железные дороги Такая вот вещь Он возил людей На экскурсии По узкоколейным Железным дорогам В деревне То есть Вот такой бизнес В итоге С одного поста Который он выложил Вконтакте И в фейсбуке У него получился Получилась прибыль 1 миллион 64 тысячи рублей И клиентов Он не мог обработать Ну где-то месяц Обрабатывал клиентов Которые пришли С этого поста И он не вложил Ни рубля В этот инструмент Это абсолютно Бесплатный инструмент Он получил Больше 2900 репостов То есть Его истории Поделились Его постом С историей Поделились Больше 2900 человек Ему написали С различных средств Массовой информации С телевидения С радио С газет Все были поражены Этой историей А он в принципе Там просто рассказал Пост о том Как он начинал Свою деятельность О том Что его зажигает В его работе О том Что ему нравится В этом И о том Что чем он сейчас Занимается И что предлагает И как с ним Можно связаться Очень простой формат Но именно Этот формат Сработал уникальным образом В конце он попросил Сделать репост И поддержать развитие Внутреннего туризма Ну как бы Такую большую идею И в итоге Это разошлось Вот таким Огромным количеством Репостов Дело в том Что у него было Всего 200 друзей Вконтакте И около 100 друзей В фейсбуке Это не так много И это не зависит От количества друзей Это зависит От того контента От той искренности С которой вы пишете Эту историю Пример второй Любовь Меркулова Занимается У него мастерская По созданию Терапевтических зайцев Любовь Самое интересное Что работала Долгие годы Главным редактором В крупном издательстве И боялась Начать свое дело Ну вы знаете Наверняка Вы встречались И сами возможно Проходили тот путь Поставьте плюс Если проходили Или поставьте цифру 2 Если вы проходили путь От наемного сотрудника К человеку Который все-таки Сам сейчас Зарабатывает Ну Сам себе хозяин И вот Любовь начала В свое время Шить зайцев Вот она С этого Начала свой путь И она боялась Миру признаться Боялась Что ее осудят Если вы с этим Тоже сталкивались Если вы Когда-либо боялись Что вы что-то Напишите О вашей новой деятельности О предпринимательстве В соцсетях Например Что вас начнут осуждать И любовь тоже боялась Это Она думала Что скажут Люди посмеются Скажут Ты что с ума сошла Заниматься этим Ты же У тебя же была Серьезная должность Ты же там Хорошо зарабатывала А она зайцев продает Да И она написала историю Как она работала Редактором Как стеснялась И как начала Вот делать зайчиков Таких Она называет их Терапевтические зайцы Мадам Меркуловой И внутри у нее У этих зайцев Лаванда То есть она С запахом Таким приятным Вот она назвала так Терапевтические зайцы В итоге Она выложила пост Который собрал Больше 300 репостов И принес ей 172 тысячи рублей В течение месяца И многие люди Кого она боялась От кого она ждала В принципе Каких-то упреков И насмешек Сказали Блин круто Ты реально занимаешься Этими чудесными зайчиками Слушай А можешь нам Несколько отложить Тоже интересно Я бы купил там Своей жене Или я купил бы там Своей маме Там на день рождения Отличная история Поделитесь своей историей Да Друзья А хотите Чтобы ваша история Стала популярной Поставьте плюс Если хотите Чтобы ваша история Тоже стала популярной И Вы тоже получили Большое количество репостов Большое количество заявок Если вы сейчас Напишите Хочу То я вам расскажу Как это сделать Ну вот Леся сразу пишет Что сетевикам Такое не грозит Не то чтобы репост Сделать Лайк поставить То не хотят Стороной обходят Я могу так сказать Вот я сейчас могу Спросить Ребят А кого не обходят Стороной Напишите У кого действительно В принципе Друзья И ребята Активно Поддерживают вас Я знаю очень много Сетевиков В которых Огромное количество Лайков И репостов И Это не мешает Развиваться Они путешествуют И рассказывают В своем продукте Ведут трансляции И у них просто Супер все круто Это вопрос К вашему подходу Также можно и сказать Что В принципе Там Люди Которые занимаются Тренингами Я вот в тренинговом бизнесе Да Параллельно еще работаю И Тоже многих людей Не любят Дело в том Что как ты подходишь К своему делу Если ты даешь Крутой Классный Контент Если ты пишешь Искренне Если ты Рассказываешь Честно Свой продукции И Никаких упреков Никаких моментов Не будет И тебя будут Лайкать И репостить У меня много ребят Которые Делали этот инструмент И сетевиков Меня бы сюда не пригласили Сейчас вам рассказывать Если бы И эти инструменты Не дали бы вам показывать Если бы они не работали Это то что уже проверено И проверено И в том числе И на сетевых компаниях Просто здесь же я не могу Сейчас Вам заценить Ну Как бы Кейсы других компаний Это абсолютно Ну Некорректно было бы Сейчас с моей стороны Поэтому друзья Поверьте на слово Это невероятный инструмент Который будет работать И у вас Если вы сделаете его С отдачей И на десяточку На десяточку По десятибалльной шкале Сторителлинг Первое что вам нужно Задуматься Это заголовок Яркий Интересный заголовок Который привлекает Внимание Не работают заголовки Из разряда Сейчас я вам Расскажу историю Или Друзья Этот пост О том Как я начал заниматься Бизнесом Очень круто Сработал Очень классно Сработал Сейчас вспомнил кейс Мужик написал один Как я из мента Стал кожевником Вот это было Прямо бомба Как я из мента Стал кожевником Такой Был Заголовок Немножко дерзкий Немножко Ну такой Так скажем Неоднозначный Но то что он привлек Внимание Это действительно так А он открыл свою Мастерскую По созданию Ну изделий из кожи Да Вот таким образом Подумайте Как вы можете использовать Или там еще Девочка была Которая писала Как я с тремя детьми Заработала первые 200 тысяч рублей В месяц И поехала отдыхать Ну что-то такое Заголовок Каждый индивидуальный Поэтому у меня нет Какого-то конкретного Заголовка под вас Такого универсального Это было бы неинтересно Если бы вы все Сейчас начали Один тоже заголовок писать Подумайте Включите голову Фантазию Если включите Тогда все будет замечательно Второй момент Почему прочитать до конца То есть опишите Где-то одним предложением Почему эта история Цена Чем она цена И почему стоит ее Дочитать до конца Третье Это сама история И здесь Огромное количество людей Валится вот на чем Ну Представьте Вы встретили Например друга Которого не видели Десять лет Вот вы встретили друга И сели с ним в кафе Вы не видели его Десять лет А раньше Вы очень хорошо Дружили И этого друга Зовут Вася И он спрашивает Слушай Слушай Сколько лет прошло Блин Ты ни капли Не изменился Скажи А чувствует Че в твоей жизни Чем-то изменилось Ну что вообще Как ты Чем занимаешься И вот вы начинаете Ему рассказывать историю Представьте Что ваша история Звучит примерно Следующим образом Василий Ты знаешь Однажды Я наткнулся На объявление О поиске партнеров И меня заинтересовала Компания Фаберлик Я пришел На презентацию И мне очень понравилась Продукция Этой компании Ну Это очень скучно И Наверное Ваш друг сказал бы Э Очнись Приди в себя Да Начни как-то нормально Общаться Что это за Что это за позерство И в социальных сетях Это тоже люди не любят Я думаю Вы сами Не любите Когда идет Такой формальный текст Когда формально С вами начинают общаться Социальные сети Это сфера Неформального общения Конечно Рамки тоже нужно знать Примерно границы В плане неформального общения А то вас понесет Еще куда-нибудь Одна девушка У меня кстати Знакомая Написала Заголовок такой Как От меня ушел Третий А Как же так Сейчас скажу А Когда от меня ушел Третий муж Я поняла Что семья Это не мое И начала заниматься Бизнесом У нее с этого Начала история Очень было смешно Кстати Зашла история И нормально все было То есть у нее хорошо В целом все сработало Но смотрите Сами определяйте рамки И вот Представьте Что вы этому другу В итоге Рассказываете Честную историю Например Ну слушай На самом деле Работал очень много И блин Вот цвета белого Не видел И все время Хотел уйти Но не знал куда И тут просто Случайно Мне подошел Там товарищ Которого давно Не видели Пригласил меня На встречу Фаберлик Я подумал Зачем мне этот Фаберлик Как он мне Поможет вообще Как я там Стану зарабатывать Не верю в эту тему Но решил сходить Сходил Оказалось Что в целом Нормальная история Начал С каких-то простых вещей Дали задание Сделать то-то-то Например Или просто Дали несколько заданий Я их выполнил Получил такой результат Сейчас в моей команде Столько-то партнеров Сейчас у меня Такой-то товарооборот И моя цель Выйти в этом году Вот на такой товарооборот И взрастить Там 10 Таких-то партнеров Друзья Если вам интересно Послушать это вживую Или вам интересно Узнать подробнее Напишите мне в личку Все Вот Простая Живая Искренняя Настоящая история Настоящая Искренняя история Всегда привлекает Проще всего Кстати Рассказать эту историю Другому человеку И записать на диктофон А потом с диктофона Транскрибировать Транскрибировать Это значит перевести в текст Вот тогда будет Самое такое Знаете Прямо вот Внутрянка И самая вот такая Не знаю Как это сказать Самая суть Когда вы запишите На диктофон Просто рассказывая Другому человеку Желательно как раз Другу Которого давно не видели Как вы докатились До такой жизни Как вы собственно Сейчас пришли в компанию Фаберлик Кстати друзья У кого действительно Примерно такая история Тоже поставьте цифру 9 Чтобы мы примерно Понимали Какого так же Следующее После истории Обязательно предложение Офер То есть это то Что вы предлагаете Что вы предлагаете И смотрите Какой момент Вы предлагаете Стать партнером Фаберлик И выйти на Там 100 тысяч рублей В первые 3 месяца Например Ну или другой Какой-то оффер То есть вы прям пишите Что вы предлагаете Типа Ребята Вообще вот у меня Такой оффер Я собираю команду Каждого человека Довожу примерно До 100 тысяч рублей В месяц Примерно там За 3 месяца Допустим Это мое предложение Или Вы можете приобрести продукцию Через меня С большой скидкой Ну мало ли Вам нужно будет Подарки Маме Папе Маме Папе Там Девушке Своей сестре Напишите мне Я вам сделаю Со скидкой Это ваш оффер Следующий момент Это бесплатный Первый шаг Напишите в комментариях Сейчас Ребят Я вот читаю Ваши комментарии Напишите Какой бесплатный Первый шаг Может быть у вас Что вы можете Дать бесплатно Бесплатный каталог Не знаю По скайпу Провести бесплатно Встречу Или может быть Организовать встречу В своем городе Но вот Бесплатный Первый шаг Это то Что можно как-то Протестировать Или может быть Это презентация Продукции Ну то есть Что-то Что вы можете Дать бесплатно Это усиливает И вы можете Даже сразу же Прикрепить ссылочку Куда записаться Конкретно Вот очень многие Тоже допускают ошибку Пишут историю Пишут оффер И не пишут Куда написать За этим оффером Чтобы его получить Куда написать Напишите Свой телефон Напишите Ссылку На свой аккаунт Чтобы у человека Был выбор Как ему написать Ватсап вам Позвонить Или написать В этот Чтобы у него были Ваши контакты Сразу в этой истории Призыв Сделать репост Обязательно И призыв Сделать репост Нужно Не просто написать Ребята Сделайте пожалуйста Репост Нет Привяжите этот призыв Большой идеи Если вы поддерживаете Идею здоровой кожи Или вы хотите Чтобы у вас И у ваших знакомых Была возможность Во-первых Получить подарки Дешевле Во-вторых Сделать кожу здоровее То поддержите меня Пожалуйста Репостом Или большая идея Может быть Ваше развитие Что вы Действительно У вас Значена У вас Большая цель И вы будете Невероятно благодарны Каждому человеку Который примет Участие В достижении Цели И поддержит вас Репостом То есть Обоснование Сделать репост Должно быть Достаточно конкретным И убедительным Об этом тоже Нужно задуматься И фотография Опять же Не скачанная фотография Успешного успеха Да Или Ну там Не знаю Фотография продукции Нет Это ваша фотография Где вы улыбаетесь Это ваша фотография Где вы можете Быть на сцене Это ваша фотография Где видно вас Как есть Ну желательно Качественные Хорошие И Более-менее Ну Приличные Так скажем Ок Ну И смайлики Хэштеги Можете где-то Чуть-чуть Разбавить Смайликами Хэштегами Это тоже Будет только В плюс Работать Ок Ребят Если вы здесь Сейчас со мной На связи Если вы еще Не умерли От скуки То пожалуйста Напишите Плюсик Поставьте Плюсик Чтобы я понимал Что вы еще Со мной Здесь Прием Да Вижу Что пишут Ребята Лид магнит Какой есть Елена Фирестова Нелли Кононова Галина Уральская Оля Ирина Смирнова Марина Ирина Ольга Скитенко Полина Ок И последний момент Чтобы Ну вот Когда вы выложите Эту историю Поставьте себе цель Собрать 50 репостов За неделю Напишите Десятерым Вашим друзьям Десятерым Друзьям Которые Сделают Репост Точно Позвоните Им Скажите Очень надо Поддержать Помочь Не делайте Знаете Как Репосты Друг Другу Потому что Тогда Потеряются Ваши Посты Если Вы Делаете Одновременно Но Позвоните Тем Друзьям Которые Действительно Поддерживают Вас И они Будут Первый Ну вы же Ребят Ну вы же Занимаетесь Сетевым Маркетингом Не мне Вам Рассказывать Как По сетевой Системе Расходятся Репосты Сначала Ваши Десять Друзей Делают Репост На Свою Страницу От Них Еще От Кажем Вашего Друга Допустим По Два Еще Друга Сделают Репост И Таким Образом Эта Вирусная Механика Растет И Приносит Огромные Результаты Окей Так Все Супер Плюсики Есть Так Это Мы Пропустим Окей Расскажу Еще Про Одну Интересную Штуку Ребята Кто Хотел Был Увеличить Свой Инстаграм И Кто Хотел Был 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 Больше Именно От Инстаграма Поставьте Цифру 99 Или Столько Девяток Насколько Хотели Именно Инстаграм Прокачать Сегодня Мы Не Успеем Разобрать И Не Разберем Тему Оформления Профиля В Инстаграм Однако Я Сегодня Могу Дать Вам Инструмент Который Может Автоматически Продвигать Ваш Аккаунт По Выбранной И точной Целевой Аудитории Притом Делать Это Автоматически От Вашего Внимания Требуется Примерно Раз В Неделю Заходить В Интернет В Эту Программу В Этот Сайт В Этот Сервис Для Того Чтобы Контролировать Просто Процесс И Немножко Где-то Подправлять Окей Супер Вижу Что Вам Интересно Компания Называется BeLike .ru BeLike .ru Можете Записать Пометить Себе На Листке Сейчас И я Расскажу Вот Что Она Делает Вот Я Сделал Скриншот Из Моего Личного Аккаунта И Мой Личный Аккаунт Собственно Здесь И Продвигается Тоже В Сервис Что Он Делает Я Выбираю Например Лидеров Мнения Чьих Подписчиков Я Считаю Потенциально Своими Клиентами Я Выбираю Паблики В Инстаграм Чьих Подписчиков Я Считаю Своими Потенциальными Клиентами Я Выбираю Хэштеги С Мыслью Что Эти Хэштеги Наверное Могут Ставить Мои Потенциальные Клиенты Я Например Отмечаю Геолокации Геолокации Это могут быть Конференции Рестораны Медицинские Центры Оздоровительные Центры Стадионы Все Что Угодно И Я Это Делаю Для Того Чтобы Подписываться Автоматически На Тех Кого Я Считаю Своими Потенциальными Клиентами Что Происходит В Ответ Посмотрите Пожалуйста Слева На Скриншоте Цифры Плюс 220 За вчера Это Прирост Подписчиков То есть Программа Автоматически Подписалась На 650 Человек Просмотрела Автоматически 1668 Сторис Вот Тех Людей Которые Программа Посчитала Я Посчитал Своими Потенциальными Клиентами И Вот Из Этих Из Этого Числа Подписалось На Меня 220 Человек В Ответ Если Я Не Подписываюсь На Всех Подряд А Именно Выбираю Свою Целевую Аудиторию Тогда Результат В разы Лучше И В разы Круче За Месяц Это Примерно Плюс 2939 Человек И Настройки Позволяют В этой Программе Выбрать Реальных Живых Людей С Кирилистическими Символами Сделать Так Чтобы В их Описании Не было Слов Магазин Интернет Магазин И Вот Прочего Что мы Не любим Когда На нас Подписываются И Вести Диалог Получается Только С людьми Что Видит Сам Клиент Например Потенциальные Он Видит Что Вы Подписались Он Переходит На Ваш Профиль Если Ваш Профиль Неинтересный А мы С вами Тему Контента Уже Разобрали Если У вас Неинтересный Профиль С Некрасивыми Фотографиями Нет Жизни Никакой То Он Просто Не Подпишется В ответ Если Ему Интересна Стала Ваша Личность Если Ему Интересна Стали Фотографии Интересно Стало То Чем Вы Пишете То Он Подпишется В ответ И Тут Тоже Нужно Важно Работать Над своим Профилем С Помощью Этой Программы Можно Отсматривать Статистику Всех Постов Ваших И Смотреть Какой Лучше Зашел Какой Хуже Где Было Больше Комментариев Где Меньше Вы Можете Отсматривать Новых Подписчиков Вы Можете Смотреть Те Кто От Вас Отписался Вы Можете Просматривать Те Кто Заходил На Ваш Профиль Поставил Лайк Но Не Подписался Например Также Кстати Очень Интересно Я Использую Иногда И В Личной Жизни Вот Тут Есть Такая Тема Топ Лайкеров Топ Комментаторов Эта Программа Определяет Тех Кто Чаще Всего Лайкает Ваш Профиль И Чаще Всего Оставляет Комментарии И Вы Можете Посмотреть Кто Же Реально Постоянно На Вашей Странице Обитает Это Можно Своих Поклонников Просмотреть И Этим Людям Можно Сразу Написать Некоторые Стесняются Например Написать Вам О том Что Им Нужен Какой Либо Товар Или Они Хотят Стать Партнерами Вашей Сети Они Реально Стесняются Ну Вот Вы Сами Что Такие Смелые Что Сами Всегда Пишите Первыми Нет Есть Люди Которые Смотрят На Вас Им Интересно Чем Вы Занимаетесь Но Они Лайкают Ваши Фотографии Не Комментируют Ваши Посты Вот Поставьте Цифру 10 Если Вы Понимаете О чем Если У вас Такие Есть Это Те Которые Комментируют Постоянно Что То У вас Но Как Не Решаются Компьютера В инстаграм То Вам Не Нужно Прям С Мобильника Всегда Переписываться А Вы Можете Прям Открыть Компьютер И Переписываться Общаться С С С С С Друзьями Клиентами И Просто С Друзьями В инстаграм Вы Можете Запланировать Посты Есть Такая Функция Написать Например Вы Можете Написать За Один День 7 8 Постов Выложить И Они Автоматически Будут Выходить Нужное Время То есть Выложить В программу И указать В какое Время Вам Нужно Чтобы Они Вышли И Таким Образом Не Нужно Вставать В 9 Утро Чтобы В 9 Утро Публиковать Пост У вас 7 Постов Например На Неделю Вы Знаете Когда Какой Выйдет И Вы Можете Сразу Прописать Текст И Текст Будет Так Обзац Сложно В инстаграме Поставить Либо Точку Нужно Ставить Либо Скачивать Такой Специальный Символ То здесь Это все Автоматически Делается И Можно Привести Сам Текст Очень Красивом Виде И Выложить Его Программа Называется BeLike.ru Запишите Вот я Вижу Десяточки Пошли Елена Ватутина Татьяна Людмила Арина Оксана Айгуль Любовь Васильевна Елена Рогозина Левира Исхакова Александра Черепанова Татьяна Гончарова Умнички Такие активные Сегодня Молодцы Друзья Если вы хотите Использовать Эту программу Бесплатно Ну хотя бы Три дня Есть такая Возможность Плюс у вас Будет Тысяча рублей На счете Вам нужно Перед регистрацией Ввести Промокод То есть у вас Там будет Такая Когда вы Зайдете на сайт У вас будет Такая форма Для заполнения И там будет Есть ли у вас Промокод Вот если Введете Промокод JustContent То у вас Будет Тысяча рублей На счету И три дня Вы сможете Использовать Программу Бесплатно Для того Чтобы просто Протестировать Посмотреть Потыкать Проверить Насколько она Крутая То есть попробуйте Посмотрите Это реально То что может Даже за три дня Дать какую-то Небольшую Аудиторию Еще несколько Программ Смотрите Для обработки Еще раз Вот сфоткайте Запишите JustContent Промокод ВСКО Для обработки Фотографий Программа Это наверное Одна из лучших Программ Для фильтров И кто не пользовался Ей Кто пользовался Поставьте плюсики Кто не пользовался Поставьте ноль Программа ВСКО Для того чтобы Вашу фотографию Даже самую Обычную Сделать уникальной Красочной Красивой Крутой Вот Пользуйтесь На здоровье Используйте Протестируйте Она тоже дает У нее тоже какой-то есть Бесплатный режим На какой-то срок Небольшой Ну и также есть Платная опция Которая дает доступ Ко всем Опциям в этом программе К сожалению Промокода здесь нету Snapseed Для обработки фотографии Тоже Здесь можно и корректировать Размер Даже поворот головы Можно корректировать Можно где-то убирать Какие-то маленькие прыщики Можно убирать Какие-то Нечеткости Накладывать фильтры Ну в общем Много функций есть Сами посмотрите Подтыкаетесь Уверен Что вам понравилось Тем, кто не пользовался Этой программой Очень крутая штука И сервис Popstars Для аналитики контента Вот если видите Какого-то Например Успешного сетевика Например Или просто Успешного человека Которого видите Что он реально Круто ведет Инстаграм Или круто ведет Фейсбук Или Вконтакте Вы можете Ввести его аккаунт И эта программа Позволит вам Увидеть Например Самые крутые посты За всю историю Которые У него были в ленте За всю историю И например Эта программа Может показать вам В какое время Лучше постить Или например Может показать Сколько количества символов Больше всего лайкают И больше всего любят Именно ваши подписчики И в целом Просмотреть Статистику Вашего аккаунта Или аккаунта Ваших конкурентов Притом В самых разных Соцсетях Начинает Вконтакте Заканчивая Одноклассниками Ютубом Твиттером Телеграмм И так далее То есть он просматривает Все Сервис очень крутой Пользуйтесь на здоровье Примеры Кто пользуется Уже подобными сервисами Валерия Юрманова Ювелирный бренд My Diamonds Девочка тоже училась У меня И у нее были Сверхрезультаты Ну во-первых Она бриллиантами Занимается Это тоже очень круто Работает в компании По продаже Вот таких Замечательных Ювелирных украшений И что она начала делать Она начала выкладывать Посты Во-первых Просто с локациями С хэштегами И настроила Билайк На локации Хэштеги Она настроила Билайк Вот эту программу Про которую я говорил На локации Гум Цума Фимол И другие Достаточно Ну локации Которые она считает Местами Которые посещают Ее потенциальная аудитория И За 6 недель 460 тысяч рублей То есть Не супер большие деньги Для бриллиантов Но однако Клиенты пришли И пришли Именно через Вот этот инструмент Ну таких у меня Примеров Достаточное количество Просто протестируйте Попробуйте Посмотрите Обязательно мне В инстаграм Напишите результат Мне дико интересно И я сам собираю кейсы Мне безумно Интересно Окей Друзья Надеюсь Что вы еще живы Вот расскажу вам Небольшую Да простую историю С которой Начал А поставьте цифру 1 Кто реально работал На холодных звонках То есть Кто вот Начинал с холодных звонков Когда вам нужно было Обзванивать Огромное количество Базок Ну обгон Огромную базу клиентов Ну или просто базу клиентов И вам это не совсем нравилось Например Ребята Я думаю Трансляция в записи останется Вы потом просто Пролистаете Отмотаете Немножко И посмотрите Все названия Мне не жалко Просто Чтобы сейчас Время Не тратить на это Окей Когда я только Начинал с холодных звонков Это было примерно так Мне нужно было Обзвонить Базу клиентов Холодную Просто с дубльгиса Это были юридические компании И продать рекламу На сайте Который не особо Был не популярен И я помню Как Ну я помню Как я допустим Обзванивал 30-40 компаний в день На это уходило У меня где-то 4 часа Собирался И ехал на встречи Который собственно С этих звонков Договаривался Вот сколько можно В целом В городе миллионники Например Ну или там В городе 500 тысяч человек Провести встреч В неделю Если мы говорим О нормальных встречах С коммерческим предложением С подготовкой Со всем этим Ну где-то 10 встреч Например Если больше То это уже Ну совсем Как бы Нужно совсем Не знаю Какой силой Ловкостью Смелостью Скоростью Обладать Но это примерно 10 встреч Вот сколько С 10 встреч Например Вы можете Привлечь Клиентов Ну допустим Трех Ну такая статистика У нас будет Допустим Трех И вот я Закрывал Трех клиентов В неделю Это мне приносило Какой-то результат Я красавчик 12 клиентов в месяц Супер Я был доволен Я был гордый Поймал свою Законно Законным способом Поймал свою рыбу Красавчик Но когда я Начал заниматься Соцсетями Когда я начал Использовать Продвижение в соцсетях И рассказывать О своем проекте И о своих продуктах Через социальные сети То у меня Получился Вот такой результат И это стало Ну как бы Рыбалка В промышленном масштабе И я начал Привлекать клиентов Тысячами Сейчас Ну моим партнерам И себе Я привлекаю трафик Где-то несколько Десятков тысяч Лидов За неделю Это огромное количество Человек С холодных звонков Я столько бы не привлек И подумайте Что вы хотите Вот всю жизнь Прожить Гордо Собственно В принципе Нормальная жизнь Можно прокачиваться Там в тренингах По продажам В том Как правильно Уболтать клиента А можно делать Просто массово Собирая людей На мастер-классы На вебинары И собирая презентации Огромные Конференции В своем городе Или онлайн конференции И создавать массовый трафик И закрывать людей Ну В нормальных количествах В нормальных объемах Вот Это дает мне Социальные сети Друзья Если я вас Хотя бы чуть-чуть Порадовал Сегодня И дал Хотя бы чуть-чуть Полезной информации Оцените Пожалуйста Сегодняшний вебинар По 10-ти бальной шкале Напишите Пожалуйста В комментариях И напишите Те мысли Которые вам Зашли Это тоже Очень важно Для вас Притом важно Для каждого Написать мысль Вытащить из головы И написать ее Чтобы запомнить Еще лучше Какой инсайт Какую фишку Какой вывод Может быть Что вы конкретно Запомнили Что вам Зашло С этого вебинара И что вы готовы Действительно сделать В ближайшее время Не откладывая Чтобы повысить Свои результаты Напишите Сейчас в комментариях А у меня Принесли вопросы Самые популярные Я сейчас Быстренько На них Отвечу Евгения Миронова Вы супер Пишет Вы тоже Евгения Миронова Супер Спасибо Вам Хочется Массово 10-10-10-10-10-10-10 Спасибо ребят Огромное спасибо Очень ценно Спасибо большое Я еще раз повторюсь Никогда не ставьте себе целью С одного вебинара Научиться всему Это глупо Это по-детски Не бывает такого Ребята Не бывает Можно получить Несколько фишек И дальше развивать Свои компетенции Если вы хотите Стать сильным Мышцу надо качать От одного поднятия Гантели Ничего не получится Поэтому если я вас Этой темой заразил Хотя бы немного Но начните Начните в эту тему копать Начните лидеров просить За то чтобы они вас собирали вместе И где-то на местах Приглашали специалистов В этой теме Чтобы вы вместе садились Разбирались В теме социальных сетей И продвижения в социальных сетях Цифровой мир Он никуда не уйдет Он только начал Только пришел И сейчас только нарастает рынок Рынок только растет Социальные сети Еще настолько не обузданные Настолько там Огромный рынок Привлекай и привлекай Поэтому Я сегодня надеялся Лишь вас Где-то чуть-чуть Хотя бы зацепить Хотя бы на пару процентов От обычного роста Где-то так отдалить Чтобы вы через год Достигли гораздо Больших результатов Окей Спасибо Теперь Вижу ваши инсайты Истории Обзор товаров Видео Слайд-шоу Супер мотивация для меня Умница Снять видео Регулярные посты Прямые эфиры Умнички Умнички В основном девушки Я смотрю Это меня еще больше радует Супер Так А фото с мероприятий У меня там нет Такие интересны людям Такие интересны людям Если вы Пишите какой-то вывод С этого мероприятия Или какие-то инсайты С этого мероприятия Периодически я выкладываю фотографии Где я был Со сценой Ну вот Как-то так Но лучше конечно Все-таки Если вы это мероприятие Посещали Если смотрели онлайн То окей Вы можете даже сейчас Заскриншотить что-то Например И написать Что ваша компания Ну и вы в рамках Вот своего бизнеса Постоянно растете И постоянно получаете Обучение Это же бесплатный Вебинар Правильно? Да? Ну вот Бесплатно Вы же не знаете Вы же не знаете Сколько стоит Мое обучение Вам бесплатно Компания Предоставляет Такие возможности Вы из своего города Вот прямо На своем диване Сейчас получаете Контент Да? Вы этим можете Поделиться То что вам дает Компания Делитесь конечно Этим Это ценность Но только в правильном формате Конечно Правильной фотографии А что если Сфотографироваться С продуктом В руках И выложить Ну смотрите Если это будет Из разряда Успешный успех С шампунем В руках То наверное Нет Если это в процессе Например Вы проводите Какую-то презентацию Ну простите меня За то что Я так Показываю Но если это будет В процессе презентации Ну что-то Например Маску Вы накладываете На девушку Да Ну и как-то Сфотографировано То это нормально Я в начале пути Когда нет результата Что выкладывать Смотрите Ну Во-первых Начните делать Обзоры Например Продукции Это уже будет здорово Посмотрите В интернете Обзоры Как они проводятся Попишите в яндексе Как правильно Сделать обзор Продукта И попробуйте Вот по этой рекомендации Провести Один раз Или два раза Обзор продукции И выложите видео Это как минимум Второе Это Начните писать Что-то полезное Для своей целевой аудитории Что полезное Для начала Просто список Выписать Что может быть полезно Здоровье Заработок И прочее И по этой теме Давать тоже Какие-то интересные рекомендации Так А что делать Новичкам У которых нет фото С мероприятий Идти на мероприятия На любые мероприятия На бизнес мероприятия Жизнь не ограничивается Только мероприятиями Фаберлик Посещайте разные мероприятия Пусть люди видят Что вы ведете Активный образ жизни Смотрите Человек не хочет туда Где скучно И нет тусовки Человек хочет туда Где идет движняк Движуха Где люди Дружат друг с другом Общаются Где открытые мероприятия Где обучение Где людей зовут на сцену Где их награждают Старайтесь вливаться В эту тусовку Тогда и вы будете расти А что если человек Не фотогеничен И как выкрутиться Фильтры Добро пожаловать В мир ВСКО И снэпсид Посмотрите пожалуйста Что такое фильтры В инстаграм И вы поймете Второй момент Не бывает не фотогеничных людей Каждый человек уникален Если например Он улыбается На фотографии Он становится В несколько раз Симпатичней Вот поставьте плюсик Если со мной согласны Что когда вы видите Фотографию человека Если он улыбается Вы в первую очередь Замечаете его улыбку И позитив Вы не оцениваете его Красиво он Некрасивый Плюс не обязательно Вы же не мужчину Себе там ищите Хотя понимаю Что и в этом тоже Бывает потребность Вы ищите там Партнера в себе А партнеры не всегда Ну как бы Обращают внимание На то фотогеничного Или нет Вам не нужно Быть моделью Чтобы делать бизнес Понимаете Так Каким контент Привлекает потенциальных клиентов Телеграм Точно таким же Как и в соцсетях Я сегодня перечислял Лучше видео Или фото контент Смотрите В инстаграме Все таки Более популярен И большее взаимодействие Идет с фотоконтентом Но видео нужно вставлять Хотя бы Вот из пяти постов Хотя бы один видеопост Как делать эфир Сам процесс Смотрите Сейчас долго будет Отвечать на этот вопрос Ну Берете инстаграм Или берете ютуб И в одну кнопку Нажимаете провести эфир Это достаточно просто Если с чем-то не справляетесь Есть ютуб Где можно написать Как провести прямой эфир И проводите прямой эфир То есть нажимаете на кнопку И начинаете общаться с аудиторией И в рамках первого прямого эфира Я вам предлагаю Сделать обзор продукции Обзор новой продукции И рассказ про акции Минимум 20 минут Рассказывать о себе О том Как вы были В компании Фиберлик О том Как вы Что вы думаете Об этой продукции О том Из чего она состоит Подготовьтесь немножко По информационной части И в целом Попробуйте провести прямой эфир Даже если он плохо проведется Сделайте плохо Вот вам задание Сделайте плохой прямой эфир Это как знаете Задание Получать отказы Ну и когда звонишь Получать отказы То же самое Сделайте Три плохих прямых эфира Но сделайте их Вы поймете Что не так уж и плохо Ведете прямые эфиры С какой тематикой Можно ввести прямой эфир Новичку без крутых результатов С тематикой Обзора продукции Потому что у самой компании Крутые результаты Можно в прямой эфир Позвать лидера Например И вместе с ним пообщаться И его презентовать И продать Попробовала Не поняла Сколько нужно быть В прямом эфире Чтобы начали собираться люди Ну сколько угодно То есть Смотрите Если даже у вас сейчас ноль У вас прямой эфир сохраняется И плюс Пробуйте в разных соцсетях Вконтакте В фейсбуке В инстаграме Как начать прямой эфир Быть раскованной Смотрите Точно не нужно пить Для этого Чтобы быть раскованной Попробуйте дать пользу людям Тогда Не на себе держать акцент Не думать о том Какой я сейчас А попробуйте Выйти за рамками себя Вот я сейчас с вами общаюсь Я даже не вспомню Что я говорил Я не думаю о том Как я сейчас сижу Или о том что говорю Я стараюсь дать пользу Я стараюсь вот мысли свои Все что накопилось В этой коробочке Передать Ну передайте тоже людям И тогда Вы не будете об этом беспокоиться Как технически делать Опрос вконтакте Делайте пост И нажимайте прикрепить И там есть опрос Ну это вот как бы Если технически На какую тему Посоветуйте прямой эфир провести Уже об этом говорил Это обзор продукции Можете прям по-разному Рассказать о разной продукции Информация данного вебинара Предполагает Что человек уже владеет Технической работы интернете С чего начать Что делать тем Кто начинает Освободить данный вид Деятельности Смотрите Ну я сегодня Не предполагал Учить тому Как пользуются компьютером Но это тоже Задача И Эта задача Наверное Не моего Формата Я постарался Дать простейшие На самом деле Знания Те кто Сейчас может быть Глубоко в теме Социальных сетей Может быть наоборот Думают Почему Александр Рассказывал Какие-то банальные Простые вещи Начните с того Чтобы найти помощника Который где-то рядом с вами Все-таки Самый будет простой результат Когда я сам не могу В чем-то разобраться Я не стесняюсь Найти человека Который моложе меня Или который лучше В этом разбирается И который мне просто Служит как проводник Вот в этот мир И дальше все так же Как в любой тренировке Просто практика 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 Подкасты Где делать Телеграм-канали Или ютубы Лучше И там и там Не думайте всегда Или 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 Не ставьте вообще Или Постарайтесь подумать Как сделать И И там И там Надо учиться Писать Под картинкой Правильно Да надо Программа Билайк Только в инстаграм Работает Вк можно использовать Нет К сожалению Работает только в инстаграм Но этого поверьте Вам тоже С лихвой Хватит Окей Друзья Еще раз Поставьте плюсики Как вам сегодня Понравился наш вебинар Мне было безумно приятно Честно С большой любовью Смотрю на ваши комментарии Вижу ваши аватарки И уже вижу Что они очень позитивные Яркие Классные И ощущение у меня Где-то Как будто у нас Такой семейный Вебинарчик Получился И Такой приятный Душевный Если у вас есть Такое ощущение Тоже поставьте Цифру 3 Например И На этой прекрасной ноте Будем с вами Прощаться У меня К вам есть Еще домашнее задание Повторюсь Так же Меня можно найти И Написать Отзыв О сегодняшнем Вебинаре Периодически Я выкладываю На своей страничке Какие-то советы По продвижению В соцсетях В Воловик В инстаграме В инстаграме В контакте В фейсбуке Где вам удобно Там и находите Пишите мне Фаберлик И я таким образом Пойму Что это вы И добавлю вас Друзья Постараюсь Тоже вас полайкать В свободное время Домашнее задание Написать личную историю И выложить В контакте В фейсбуке В инстаграме Под тем правилом Которые Вот Мы делали Если в записи Будет трансляция Несколько раз Еще раз прослушайте И сделайте Так как я прошу Потому что Где-то можете Вот Маленький нюанс Упустить Протестируйте Бесплатно Билайк И попстарс Ну просто протестируйте Посмотрите Если вам зайдет Эта тема Если вам зайдут Эти программы Вы поймете Что это реально Крутая штука А это крутая Штука И в вашем рынке Особенно То будете пользоваться Уже на постоянной основе Но протестировать Нужно Просто протыкать Посмотреть Прочувствовать Вот не бойтесь Попробуйте это сделать И провести прямой эфир Для своих подписчиков На этой неделе Просто взять Не откладывать Можете сразу После этого эфира Провести прямой эфир И поделиться Теми знаниями Которые вы узнали Прямо вот эмоции Выразить Что вы сегодня узнали Что можно проводить И прямые эфиры И что это классная тема И вот просто Вылить все Что вы думаете На свою аудиторию Повторюсь Не старайтесь Сделать идеальный Прямой эфир Проведите его как-нибудь И это будет уже круто Ну что друзья С вами был Александр Воловик Спасибо вам огромное За то что были с нами Спасибо за ваше Активное участие Я вижу у вас Большой потенциал Потому что Такие активные Участники Не часто попадаются На вебинаре Скажу честно И мне это Очень-очень-очень Понравилось сегодня Спасибо вам огромное Я прощаюсь с вами Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть на гребне Пусть на гребне высокой волны И ты на модной волне К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Удача манит и ждет Пусть на гребне высокой волны Словно птица над морем Пусть летят твои корабли К мечте Пусть на гребне высокой волны Пусть на гребне высокой волны К победам на парусах Забыв сомнения и страх Перед тобой целый мир И ты для всех ориентир Плыви навстречу ветрам Веди команду к мечтам Субтитры сделал DimaTorzok